Дом по деревне есть еще кто-то? Фамилия Николаевича? Я Шенков Иван Сергеевич, 24 мая 1927 года. В каком подразделе вы служите? Я командир 1-й инженер технического взвода, инженер технического рота, инженер саперного батальона, 21-й оттеннику стрелковой бригады. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сошли буквально 24 февраля 2022 года. Воняк! Субтитры подогнал «Симон» Оттуда вы при выводе войск увидите обратно в Российскую Федерацию. В Российской Федерации были до 18 апреля 2022 года, дальше повторно вошли на территорию Украины через Луганскую область. Далее оттуда через месяц были передислоцированы на северный пункт Пески-Рядковский. Там тоже простояли около месяца. Мы ведем наш небольшой репортаж из небольшого, но мирного села одной из областей Украины. Смотрите, пожалуйста, вот сюда. Это что-то наш обеденная зона. Вот он, Геннадий принимает солнечные ванны. Прошу за мной. Тут Алексей собирается мыть попку. Живем мы вот здесь. Как-то вот так. Кто где устроился? Места есть для всех. Вот тут командир Иван. Отдыхает после дежурства. Ну что хочу вам сейчас сказать? Живем мы с дружно. Да на, ты пошел нахуй. Вопрос к питанию у нас построен на высоком уровне. Кстати, тут у нас имеется вот твой автомобиль. И не один. Чтобы вы не переживали, что мы плохо питаемся. Вот наши запасы. Есть все. Есть все. Предусмотрена даже вот такая пища. Это на случай, если у кого-нибудь из нас появится. Малыш. Ёб твою мать, а. Чуть ниже наклонись, к ширинке ближе. Аспан вроде вошел. Ты здесь нахуй. Далее были пересоцированы в Сосновку. Там пробыли около 12 дней. После чего были пересоцированы в Пазлуганск, где получили приказ на обостранение блокпоста на селом пункте Мирная долина. Смотри на лицо, пересоцированы в Пазлуганск. 9 июля дали там выставили блок, наблюдательный пост на вершине на селом пункте Нового горя. Сколько человек востребов в Белогороку? Около 40 человек. Кто еще поменялась, какие подразделения были в Белогороке? В Белогороке также находились народное ополчение и несколько танков, 90 танковой дивизии и часть боевых машин от 15-й отделяемо-стрелковой бригады. Кто на Тигре ездил? На Тигре ездила бригада специального назначения. Группа? Так точно. Какая бригада? 24-я бригада, город Новосибирск. Что происходило дальше, когда вы выставились? 12-го числа была проведена артподготовка по промзоне, где была подбита техника и наши военнослужащие. Далее 13-го числа утром, во время моего дежурства, вооруженные силы Украины и их подразделения выдвинулись для захвата на селом пункте Белогоровка. После того, как я заметил, их пытались составить трех человек, составить своего расчета, выдвинуться обратно к своим подразделениям, но уже не успели и были блокированы. Впоследствии с чего оказались в Клину у вооруженных сил Украины. Как вы думаете, кто заходил на ладуарно-штурмовые действия в Белогоровку? Заходил батальон Кракен. Как вы оцениваете их действия? Почему они так скрытно сошли, скажите? Была проведена заранее разведывательная работа по разведке местности, передвижению и численности противника, населенных пунктов. Дали обезвреживание наблюдательных постов. Как обезвреживание наблюдательных постов? Еще раз. Как обезвреживание наблюдателей? Обезвреживание были обезвреживание с помощью холодного оружия, именно ножей. Вы с головой не слышали? Нет. Ты как зашел подразделение в Белогоровку, вы не слышали? Нет, только уже заметил на подходе к Белогоровке, когда они уже были на окраине. Вы сами сдались? Пытался вытянутся, мой наряд был ранен и был. А почему мы не стреляли? Вы приняли решение сдаться? Вы вынуждены сдаться. Вы хотите, чтобы вас обменяли? Я очень хочу, чтобы меня обменяли, я хочу оказаться поскорее дома. Субтитры сделал DimaTorzok Должны платить за боевые 53 бакса, 2 оклада и зарплату. Прошла только зарплата и половина от боевых, то есть 2 оклада и половина за боевые действия не пришло. Магнусас решил нас наебать, прям поиметь нафига себе. Должно было прийти 300 тысяч, а у меня с трех зарплат всего, ну с трех зарплат и боевых всего B281 сейчас на счету. Все хорошо, не переживай. Ко мне относятся хорошо. Я вас очень сильно люблю и скучаю по вам. Мы тоже, Солочек, тебя очень любим и скучаем. Да, мы скучаем. Да. Все, храни тебя Бог. Люди, которые тебя окружают, которые добрые люди, пусть они все останутся добрые. Душе Бога нельзя терять. Ты видишь, мы сегодня оказались в храме все вместе, и Катюшка тут оказалась в храме. Ирина Борисовна, у нас большое подразделение, все крещённые, даже те, что не крещённые. Можете делать то, что вы хотите. За весь храм. Хорошо, хорошо. Вот завтра поставлю свечку, завтра поставлю, я вам кляну, Богом клянусь, поставлю свечку. Нас родственники под Харьковом Глазовой всю жизнь прожили, мы тоже не знаем, где они. Мы их тоже связь потеряли. Вы понимаете, что вот это всё страшно. Это страшно для всех. Вот это Кипер, это всё бессмысленно. Мы всегда были братьями. Всегда. Вы можете сейчас обратиться к своему. руководству и сказать пару слов от себя. Пожалуйста, берите меня по-разному поскорее домой. Я очень хочу домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...